Подписано инвестпослание. Одним из пунктов разделов включено развитие трамвайного конкретно хозяйства. Определена потребность города по необходимому сценарию. Это троллейбус и трамвай. Модернизация, капитальный ремонт, реконструкция депо. Это самая капиталоемкая часть. Второе, это конечно замена путей, комплексная реконструкция. Это полностью реконструкция, капитальный ремонт системы энергоснабжения и в конце концов замена подвижного состава. Вот из этих структур состоит вопросы трамвайные. Будем все делать на эту тему. Уже состоялась и рабочие встречи, и нового мэра города уже на эту тему состоялись встречи. Федеральная программа, которая от нас требует вопросы развития, она рассчитана до 30-го года. Реализация полного варианта, мы смотрим, она у нас под документом до 30-го года. Ну, в принципе, 10 лет. 10 лет на трамвайную сеть. Мы предварительно говорим о том, что пассажиропоток в рамках существующей инфраструктуры без развития новых линий может вырасти как минимум в три раза. Мы существующую линию не могли превратить в скоростную. И существующую линию мы не могли достроить по скоростным параметрам, потому что тогда эту линию тоже нужно было реконструировать. А как вы уже в сложившиеся застройки измените повороты, уклоны, кривые, расстояние между остановками увеличите? Никак. С 18-го года введено понятие ускоренная трамвайная линия. То есть это все существующие трамвайные линии с учетом участков скоростного движения ускоренного. Интегрировать в обычные линии участки ускоренного движения. Скорое сообщение может быть достигнуто 21 километр в час. Как только по сибиряков-гвардейцев от площади Кирова до площади Сибиряков мы закончим ремонт с обособлением, у нас осталось только горбатый мост. Все, остальное у нас сделано. Мы сразу же можем говорить, что у нас появляется участок скоростного движения. То есть условно-скоростной трамвай.